Покормить бы их? Можно, а можно и голодными наладить. Люди у нас долго не живут, господин капитан Комодор. Один помрет, другого приведут, другой помрет, третьего волокут. Полный капитан. Думаю, всем поменее. Наше дело воинское, наша забота присяга. Далее не гляжу. Вывели. На крепость не гляди, оскоромишься. Да как ты смеешь, пес? Стояться будешь, обратно повернем. Зачем пожаловали? В титадели много нетушных. По-крестьянски надо помочь человеку по имени Никифор. Князь воевода велел. А ведомо ли вам, что посещение крепости строжайше запрещено? Вы офицер. Вам неизвестно, что такое приказ. Князь воевода велел. В чем дело? Вот, господин капитан Комодор, в крепость норовит. Сам князь воевода велел к вашей милости. Я здесь начальник. Князь воевода! Начальник над нами! А ну-ка, ребята, посадите-ка его в Карбас. Да как ты? Вы сумасши! Что вы? Осмел... Вы... Вы... Я не позволю... Вы... У нравы московицев это невозможно, это не мысль! Ходят слух, будто иноземцы своеводы и взяли всех русских извести. Не всякому слуху верь. Народ зря не скажет, Сильвестр Петрович. Говорят, воевод нарожен арборей в море не пускает. А чем кормиться? Государевым именем выкликают указ в море не бывать под страхом кнута и петли. Петли? Сам слышал, Сильвестр Петрович. Своими ушами. Азов проклятый. С тех пор он такую власть забрал с Азова. Да, вовсе житья не стало. С бани по рублю и семь алтын дерут. Точение топора гривна, а колесам топор заточишь ботаги. Казну, дискать, обокрал. В море никого не пускают, а ладейные по три рубля со снасти дерут. Весело живем. Да уж чего веселей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!